Добрый вечер, дорогие друзья! Почему не день? А потому что днём я занимаюсь скульптингом. Я грызу этот предмет, не знаю как. Ну, что-то уже начало получаться, но показывать пока рано. До этого я отвлекаюсь вечером тем, что я создаю что-то из чего-то мне знакомого. В своей нейросети я лечу. Потому что думательный процесс это довольно-таки болезненная вещь. Итак, мы с вами взяли старые мои цепи, звено и подшипник. Что я хочу? Я хочу нынче сделать цепной гусеницу с подшипниками. И тут у меня есть одна идея, потому что очень сложно сделать, допустим, вот этот круг, замкнуть его, вернее не замкнуть, а оставить его здесь. И потом продолжить с помощью ЭРЭ также. Потому что если мы начнём делать здесь какую-то, ну, как он называется-то, сейчас помню, курву, да, то на этих местах, как правило, этот маленький, был бы он совсем маленький, он не совсем маленький, этот кусочек, начинает он деформироваться. Как с этим бороться, я не знаю, но у меня есть одна идея, как это дело обойти. Так, и получить красивый обход вот этого. То есть я подумал так, что, ребята, почему бы нам с вами не взять курву, по которой пустим мы, как циркл. Это циркл, это, ну, вы знаете, какой циркл, это круг, да? Так, теперь мы его ротешим по оси Y на 90 градусов. Да? Да. И теперь дальше ещё у нас предстоит с ним работать. И S мы его растягиваем. Сделаем он где-то примерно вот так. Учитывая, что наша цепь не должна врезаться в подшипник, значит, где-то она вот по толщине такая вот. Где-то здесь должна быть. Сейчас я вам подключу эти подсказки. Хотя я говорю, сколько я пытаюсь ими пользоваться у других, ничего толком не получается. Итак, вот он, правая кнопка, левая кнопка. Так, вот мы сделали. Так, теперь подшипник мы можем спрятать. Он нам не нужен. Нас интересует вот этот. Мы сейчас ему сделаем шип для копии, а потом я вам расскажу, почему, зачем нам это копия. Так, а вот этот мы просто-напросто скажем Ctrl-J и он соединился в один, да? Теперь мы можем спокойно его взять, поставить вот сюда, но опять же, этот пивот. Где-то он называется пивот, где-то он называется origin, как здесь. Вот, origin. Мы скажем, что он должен, во-первых, быть по геометрии, вот так. И когда он встал по геометрии, мы знаем, что у него центр здесь. Хорошо. И мы его выставим вот здесь, вот так, по центру. Прекрасно. Замечательно. Я понять не могу, куда делся еще один вот этот. Вот эти фокусы всегда меня волнуют. Поэтому я и взял вот вот эту. Так, тогда я сейчас исправлю это, ребят. Почему он пропал? Вот я выбираю эти все, да? Вот они они. Говорю Ctrl-D. Вот они все. Почему здесь он вдруг решает лишить меня это удовольствия? Ctrl-D. Оп. Так, исчез. Замечательно. А если я скажу ему, что у нас, допустим, может быть это вот, вот это мешает. Так. Ну да. Как только я сказал, вот эта штука исчезла. Ну да ладно, мы сейчас не гордые люди, сверху посмотрим, чем это гадать, почему с этим связано, и зачем это. Мы сейчас с вами просто продублируем ее. Поставим по оси Х на место. Вот так. Да? И теперь уже со всей ответственностью скажем, во-первых, это Ctrl. А теперь этот появился здесь, да мама моя родная. Так. Не странно, ребята, с вами. Object Join. Ну, это меня устроит, ребята. Знаете почему? Потому что цепь будет все равно двойная. Может быть, потому что здесь стоял этот Apple. Вот он, видите? А, ну да, стоял этот. Тебе как хотите. Назовите. Это Mirror стоял в зеркальности. Так. Все открылось. Теперь дальше встаем сюда, берем этот. Опять ему скажем, что Origin у нас теперь в центре геометрии находится. Берем G. И подносим его вот сюда. В центр. Вот. Я думаю, что там будет хорошо. Единственное, сверху, если посмотреть, то нам надо будет подвинуть. Потому что все равно я хочу вот такой, двойной. Так что это нам повезло. X. Нет. Это G. Потом идет X. Мы переносим его вот уже в центр точно. Стараемся попасть. И потом идем и снимаем с него все трансформации. Вот. Видите, теперь у нас здесь стало по нолям. Прекрасно. Горьше нам ничего не надо. У нас есть теперь курва. Есть объект, который нам надо направить вокруг. Хорошо? Давайте. Давайте. Мы сейчас пойдем с вами тогда... Modify. И скажем, нам надо Array. Но не здесь. Вот здесь будет ноль у нас. А вот здесь я нахожу. Сколько помню, тогда мы гусеницу делали. Это 0,72. Не 72, а ноль. 0,72. Вот так. Чтобы они зацепились друг за друга. И все совпало. Вот сейчас так оно и есть. Так вот, сейчас самое интересное начинается. Мы проверим, работает ли моя идея. Идея заключается в том, чтобы пустить сейчас по кругу. Мы поглядим, как он сейчас это будет делать. Извиняя такая. Так. Теперь, когда мы Array сделали... О чем? Отключили Array, что ли? Глупость какая. Нет. Вот они у нас два. Хорошо. Мы не отключили. Мы просто говорим еще один. И возьмем теперь курву. И у курвы мы скажем, что предмет это БЦР. Вот. И вот он встал в такую страшную позицию, да? Казалось бы, ну и все. Но если мы возьмем минус х, опля. Он вдруг почему-то очень хорошо нам подчинился. И начинает идти круглями. Замечательно. Переходим. Но нам так не надо. Нам надо вот так сделать. Ну-ка. Посмотрим сбоку. Даже это может быть много. Шесть. Давайте попробуем. Пять. Пять. Попа, ягодка опять. Шесть. Ну, шесть тоже неплохо. Так. Если включить подшипничек, то мы видим, чуть-чуть она вот сюда заходит, да? Ну, это не страшно. А если будет пять, то мне все хорошо. Ну, надо этот бизьи, где он у нас, бицерк, корло, чуть-чуть увеличить. Вы понимаете зачем, да? С. И вот мы освободились от зависимости. То есть мы теперь не задеваем как бы сильно подшипничек. Так. Хорошо. Ну, а далее будет проще, конечно, нам. Ну, то есть я... Все-таки думаю, пока не поздно. Пока не поздно. Нам сделать остановку, да? Шесть. Все-таки шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так. Шесть будет, мне кажется, красяше. Готово. И теперь практически, что нам остается? Да ничего. Мы запросто сейчас это все развернем, как нам надо. Для этого мы сейчас скажем, во-первых, у нас с RA все нормально, да? И мы RA сказали Apple, и сказали Apple. 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 Так. И теперь мы это делаем по оси. Развернем. Rotation. Rotation. Как я и думал. Прекрасно. Смотрите, какая красивая получилась гусеница. Если нас не устроит, да? Но мы можем всегда эту гусеницу S по X раздвинуть. Вот так, допустим, будет более мощная. Но сейчас у нас эти... Нет такой задачи. Сейчас у нас другая задача. Я бы хотел вот теперь взять вот этот. то, что у нас тут было. С него опять на всякий случай сделать. Я на всякий случай делаю. Вот так. Поставил все. Так. Его превратить. Так. У него есть какой-то... Смотри, у него какой-то Apple есть. Apple. Вот так. Теперь не должно быть ничего у нас. Ctrl-Y. Хорошо. Вот видите, там внутри что-то сидело. Посему вот так и вот так. Подожди, давай ко мне пойдем. G. И... Я думаю, я думаю, ребят, нам надо его развернуть. Attention. 180. Вот. 180. И теперь приблизим. Возьмем утюры. Это G, которая. И вот так и аккуратненько. И еще тоже мое сейчас туда-сюда и сделаем. Rotation. Почему-то он косоватый у нас получился. Вот так вот. смотрим по... Не совсем. Тут... Тут важна нам вторая. Так. Далее. Сверху подгоняем. Сверху подгоняем. Дэ. Паррису. Вот сюда. Подогнали. Красота. То, что нам нужно. Да? Единственное... Да нет, все хорошо. Вот так. Ну и теперь вот... Теперь надо посмотреть, ребята, как будет выглядеть, если мы возьмем вот эту штуку. Скопируем ее. Дубликат сделаем. Подвинем по оси G, по оси Y. Вот так. Далее. Rotation по Z на 180. Все. Теперь определим, какой длины нам надо сделать вот эту вот эту часть нашей пусинцы. Да? Давайте посмотрим. Пойдем в Ray. Скажем нет, 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 нет. Нам надо вот здесь 0 72 длиннц. опять 72. Я говорю 0. Точка 72. Вот. А этот, можно сказать, 0. Так, а можно сделать минус? Да, можно сделать минус, и он у нас уйдет. Так, хорошо. Теперь, я думаю, сколько нам нужно для этого. Давайте пробовать. Тут ничего не останется, как пробовать. то есть мы сейчас просто-напросто выберем вот так, допустим, да? Я смотрю, что все-таки оно rotation, чуть поднять надо, и вот так, вот так, вот так. Так. Этот мы должны по оси оси Y перевернуть Y. Да. Потому что я хочу вот это отверстие, чтобы совпало здесь. Но, то только как. Давайте посмотрим Ctrl D, H F D, и переставим. допустим, я бы хотел, чтобы у меня 5G. вот такое были величины примерно. Это все примерно, потому что я сейчас буду двигать и уже находить то, что мне действительно надо. Вот так. И если я вижу, что у меня вот здесь слишком много, мы можем уменьшить. Раз, два. подвинем сюда. Вы там не ругайтесь, в том, что я тоже экспериментирую. Правда так, для экскаватора. Я делаю экскаватор сегодня. Так, здесь мы с вами сделаем следующее. Сделаем 7. Вот, 7. И у 7 будет то, что нам надо. Только для этого нам надо будет подвинуть. ровно сделать. Так, может быть немножко. Хотя нет, пускай остается так. Вот. И вот этот. Так, а можно как-то сделать, чтобы и здесь тоже они были? Двойной? Нет? Нет. Поэтому мы просто-напросто ее сейчас скопировали в GD и по оси X двинем туда, куда нам нужно. А нужно нам вот сюда. А лучше мы будем видеть, если это сделаем сверху. И еще раз. Вот у нас, ребята, идеальная цепь. Теперь вот эти два мы можем сказать, что это у нас очень нам стоп. А, ну все правильно, это вот от меня и слугало. Что вот эти две нам очень нравятся EPLAY и SHIFT-D, которые мы нет, SHIFT-D так, SHIFT-D, ребята. Ну ладно. Куда это делось? Не, так не годится. SHIFT-D. Так. опускаем по оси G по оси Z и смотрим. По троечке смотрим, что получилось. Получилось так, что, сейчас, секунду, проверим. D, G, тут и тут два отверстия. Это нам не надо. Поэтому объект оригинал геометрии, вот оно по геометрии встало, и теперь мы сделаем Rotation на 180. 180. Тогда нам не надо будет думать ни о чем. Мы берем наши G. Так, странно. Ну и почему я вижу там? Вы видите, что произошло? Что тот сместился немножко в край. Но это мы поправим, потому что я могу сейчас просто-напросто вот так сделать. Так вот. И потом вот эту. ну ребят, красивую гусеницу я еще не видел. Честно. Тут какая-то лажа получилась вот тут. Не знаю почему, но получилась она. Так, вот здесь все хорошо. теперь этот Shift D по CX смотрим сверху, чтобы не было такой лажа. И вот эти две теперь мы их соединяем. G Control Нет, J. Control J. Все. Это тоже можно удалить. Это наша ошибка. Идет работа над ошибками. Так. Далее мы ее как в прошлый раз по Z стоп. Сначала мы дуплицируем. А теперь по Z G Z видим, что не совпадение. Здесь дырка, здесь дырка, здесь это плюс F4. Поэтому опять идем в объект. Говорим, что по геометрии и тогда ее легко ротировать. Так. На 180. И подвигаем туда, куда нам нужно. По Z. немножко она сместилась, это не страшно. Потому что мы ее вот так сделаем. Все будет красиво. Вот то, о чем я вам сказал. Красивее просто не бывает. Не, правда, очень доволен, что мы сделали теперь такой красивый полукруг и получили прекрасную гусеницу. Я посмотрю потом. Может быть мне надо ее пошире, может быть с другой, но как он сделал, потому что эскаватор довольно-таки толстая вещь. или сами гусеницы. мы сейчас их выберем, да, вот так. Скажем Ctrl J, соединили их, и мы можем естественно сказать S и по оси X. Так допустим сделать, да, нам никто это не запретит. Получим хорошую гусеницу. Все. Назовем это гусеницей от экскаватора.